За неделю в дежурную часть отдела МВД по городу Кумертау поступило около 400 заявлений и сообщений. 34 жителя обратились в трампункт с телесными повреждениями криминогенного характера. Зарегистрированы факты кражи и телефонного мошенничества. Убедительная просьба жителям города Кумертау быть более бдительными, когда к ним звонят и требуют на них деньги. Сразу же перезвонить в данных случаях на 02 либо по телефону 442-02. 22 января в дежурную часть поступило сообщение, что по улице Мажита-Гафури 2А было обнаружено тело молодого человека. В ходе проверки было установлено, что данный гражданин получил телесные повреждения при падении со значительной высоты, то есть упал как раз с этого дома, Мажита-Гафури 2А. Гражданин находился в алкогольном опьянении, то есть все свидетели, очевидцы установлены, опрошены. За прошедшую неделю было совершено 38 ДТП с механическими повреждениями автотранспорта. И в трех авариях пострадали люди. 24 числа было. Это наездный пешеход по улице Худайбердина напротив Башкиргаза, где женщина вышла на проезд часть в неустановном месте из-за стоящего автобуса. Улица Чива был совершен наезд. Автомашин воздавался в 0,9. Одна из аварий произошла 27 января на улице Худайбердина. Здесь столкнулись автомобили Mitsubishi Outlander и Nissan Premier. Со двора дома 4 по улице Худайбердина выезжала автомашина Mitsubishi, не предоставил преимущества автомашине, которая следовала автомашине Nissan по улице Худайбердина и допустил столкновение. В результате чего водитель Nissan и пассажир обратились в троп-пункт в разной степени тяжести или с поруждениями. Сотрудники государственного противопожарного надзора отмечают, что прошедшая неделя была относительно спокойной. На территории города произошло одно возгорание. 27 января произошел пожар в частном одноэтажном доме по улице 2-й переулок Рабочий. Причина возгорания – короткое замыкание электропроводки в чердачном помещении дома. На момент прибытия наших пожарных подразделений уже открытым пламенем горела крыша дома. Нашим подразделениям удалось сбить пламя и предупредить полное выгорание дома. Был потушен, потушена крыша. К сожалению, огонь захватил и потолочные перекрытия. Комнаты жилого дома удалось спасти. В момент возгорания хозяйка дома находилась в помещении. Благодаря бдительности соседей женщина не пострадала. Динара Даминова, Илья Нурганиев. Новости.